МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. В студии работает Саулева и Галиева, сурдоперевод Жан-Доса Адилова. И сегодня в выпуске. Больше субсидий, больше возможностей. Тарбогатайский район лидирует в области по объемам выделяемых сельскохозяйственных субсидий. Познавательный час об Амреке-Шаубаеве. В семье продолжают праздновать 130-летие казахского певца и композитора. Пожар со смертельным исходом. В семье в результате пожара в частном жилом доме заживо сгорела женщина. А теперь об этих и других событиях более подробно. В Восточном Казахстане назначен новый заместитель Акимаобласти. Сегодня на расширенном аппаратном совещании его представил глава региона Даниил Ахметов. Распоряжением Акимаобласти на эту должность назначен Алмазхан Баужанович Сматлаев, ранее работавший руководителем областного управления экономики и бюджетного планирования. Алмазхан Сматлаев имеет четыре высших образования. Трудовую деятельность начал в 2009 году в Москве. В ноябре 2011 он был назначен генеральным директором организации сервис и технологии «Инвест». С 2012 по 2014 годы работал консультантом, а после советником секретариата члена коллегии, министра по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии в Москве. Представляя нового заместителя, Даниил Ахметов поручил Алмазхану Сматлаеву усилить финансовую дисциплину в регионе, а также уделять особое внимание вне бюджетным источникам финансирования. Тарбагадайский район лидирует среди других регионов нашей области по объемам выделяемых сельскохозяйственных субсидий. На сегодняшний день в этом районе насчитывается более 600 откормочных площадок, где содержится свыше 10 тысяч голов домашней скотины. Житель села Ахсуат Ерген Бесенулэ с прошлого года занялся животноводством. А началось все с того, что сельчанин приобрел крупный рогатый скот и построил откормочную площадку. Сегодня здесь находятся уже 50 голов домашней скотины. Теперь Ерген намерен увеличить это количество благодаря государственной программе. Мы откармливаем 3-4 месяца, потом отправляем мясо в город. В будущем мы хотим участвовать в госпрограмме, чтобы расширить свое хозяйство. Кредиты дают, помощь со стороны правительства есть. Только 4 года назад в районе насчитывалось от силы 10 откормочных площадок. Но за это время спрос на мясо настолько увеличился, что сейчас их количество выросло до 600. В прошлом году жители района получили субсидии на общую сумму 1,2 млрд тенге. Увеличили поголовье и расширили откормочные площадки. Это стало возможным благодаря кооперации сельчан, отмечает руководство района. 30 голов домашней скотины должно быть. Это главное условие при получении субсидии. Еще должен быть один бычок. Сегодня кооперативы создаются до 25-40 человек в составе. Поэтому это условие можно легко выполнить, потому что поголовье сельчан в кооперативе суммируется. Вот так с этого года они начнут получать субсидии. Позитивные изменения отмечены в отчетном докладе местного Акима. В 2017 году в районе было создано 26 кооперативов, куда вошли 1156 человек. Работа в этом направлении будет продолжена и дальше, заверил Аким. Поскольку животноводство – один из основных видов деятельности местных жителей. Более того, немало сельчан намерены заняться разведением племенного скота. Сауля Бегалиева, Дарын Сагитов, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей». Изменения и поправки в законодательные акты в сфере религиозной деятельности послужат основой для укрепления светских принципов государства, а также благополучия населения страны, так считают политологи «Семей». Напомним, впервые закон о свободе вероисповедания и религиозных объединениях вышел в свет в 1992 году. В 2011 был принят новый закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях. И вот теперь в 12 законодательных актах внесены 53 изменения. Одним из важных вопросов, которых коснулись эти изменения, являются государственные конфессиональные отношения, деятельность религиозных объединений. На законодательном уровне вводятся такие понятия, как радикальные и деструктивные религиозные объединения. По мнению политологов, это в первую очередь важно для защиты молодежи от их влияния. Ученые надеются, что данные изменения будут эффективны в плане регулирования деятельности религиозных объединений, что очень важно в связи с современной геополитической ситуацией в мире. Нас в первую очередь молодежь интересует их для того, чтобы их уберечь от влияния, еще раз подчеркиваю, от влияния деструктивных религиозных организаций. Само слово «деструкция» означает разрушение, то есть разрушение, если говорить о деструкции, то изменение, разрушение психологии молодого человека под влиянием радикальных религиозных объединений. Это очень опасно, поэтому, естественно, мы должны уберечь от этого, и данный законопроект принимается. В семье продолжаются мероприятия в честь 130-летия Амреха Шаубаева. Недавно в Доме дружбы впервые прошел познавательный час на трех языках, который был посвящен жизни и творческой деятельности выдающегося казахского певца и композитора. Организаторами мероприятия выступили Национально-культурный центр Ахау Семей, Немецкий общественный центр Возрождения, а также Городской совет матерей. Подробности в следующем сюжете. Амрех Шаубаев Амрех Шаубаев – уроженец Абролинского региона. В 1925 году на международной выставке в Париже он, показав свой талант, удивил критиков искусства широким диапазоном казахских песен и красотой голоса. В честь 130-летия выдающегося певца в городском доме дружбы несколько национально-культурных центров Семея провели совместное мероприятие. Мы сегодня присутствовали на первом педагогическом часе, посвященном выдающейся личности нашего Казахстана, певцу, композитору Амреху Шаубаеву. Ребята не только узнали что-то, сами рассказали, они очень хорошо с вами готовились, но они и получили знания, они посмотрели исторические фильмы, они посмотрели, что такое наш город в начале 20 века. И не просто вот только данные, а есть вот такие данные об Амрехе Шаубаеве, которые, в общем-то, особенно не... ну, о них особенно не говорится. В познавательном часе приняло участие молодежь общественного объединения немцев «Возрождение». В ходе мероприятия им была предоставлена информация о жизни и творчестве Амреха Шаубаева, а также продемонстрирован документальный фильм о нем. Кроме того, силами местных творческих коллективов был подготовлен концерт, куда вошли произведения из его репертуара. Я считаю, что такие познавательные часы, они особенно важны для молодежи, потому что, в первую очередь, молодежи нужно рассказывать о великих людях, которые жили на нашей земле когда-либо. Это очень большой шанс повысить свою начитанность, эрудицию. Это очень большой шанс больше узнать о родной стране, о родной земле. И, в конце концов, это шанс совершенствоваться и может передавать эти знания другим. Если в последующем будут такие часы, а мы очень надеемся, что они будут, мы в любом случае будем принимать участие. Таким образом, представители молодежи других национальностей узнали много исторических фактов об Амреха Шаубаеве, которыми теперь они смогут поделиться со своими сверстниками. Следующий познавательный час организаторы планируют посвятить журналу Абай. Сама Цикенов, Рескуль Мадвасова, Гульнас Каукен, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей». В семье в результате пожара в частном жилом доме заживо сгорела женщина. Несчастный случай произошел в поселке Восточный приблизительно в 10 часов ночи по улице Декоративная. Загорелся частный дом, в котором находилась 61-летняя женщина. Пожарную службу вызвали соседи, которые проходили мимо и увидели горящую крышу. Огнеборцы прибыли на место через 5 минут после вызова, однако помочь женщине уже не смогли. Площадь возгорания составила 57 квадратных метров. Более того, пожарные вынесли из дома газовый баллон, который чудом не взорвался. Локализовать возгорание удалось спустя час. Сейчас отрабатываются все версии случившегося, в том числе и поджог. Участвовало в тушении пожара. Это три единицы техники и 16 человек личного состава. На исходе разведки был найден труп женщины, 57-го года рождения. Также установлено, что горела полностью крыша по деревянной брешетке. Также стены, потолочные перекрытия, мебель и личные вещи. Для выяснения причины пожара материал был полностью передан в городское управление внутренних дел. Первую медаль зимней Олимпиады Пхенчхани в копилку казахстанской сборной в соревнованиях по Могулу принесла наша землячка Юлия Галышева. На третьем финальном этапе представительница Восточно-Казахстанской области набрала 77,40 баллов, что позволило ей стать бронзовым призером 23-х зимних Олимпийских игр. Отметим, что эту медаль наша землячка завоевала с травмой руки, чем заслужила еще большее восхищение болельщиков. Стоит сказать, что это историческая медаль для Казахстана, поскольку у нашей страны во фристайле и в Могуле еще никогда не было олимпийских наград. Сегодня же в связи с погодными условиями соревнования по лыжным дисциплинам перенесены на 15 и 16 февраля. На данный момент в копилке казахстанской сборной одна бронзовая медаль. Всего в зимних Олимпийских играх Южной Кореи принимают участие спортсмены из 92 стран мира. Они борются за 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Напомню, что стартовавшая 9 февраля 23-я зимняя Олимпиада завершится 25 февраля. В семье проходит женский чемпионат по волейболу. В нем участвуют коллективы высших учебных заведений, колледжей, школ, а также различных учреждений нашего города. Всего 8 команд. Организатором турнира выступил городской отдел физической культуры и спорта. Сегодня пройдут последние встречи команд, после чего состоится награждение. Соревнования проходят на хорошем уровне. У нас еще сохранились преподаватели-энтузиасты, которые развивают волейбол в городе. И вот при поддержке городского отдела мы такие соревнования проводим. Игра мне очень нравится, занимаюсь очень давно. Хотелось бы сказать спасибо отделу физической культуры города Семей, чтобы проводилось побольше таких соревнований. Ведь будущее должно развиваться в спортивную сторону тоже. И таковы были новости этого дня. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...